Всем привет! Давайте поговорим об огниве. Вот эту штуку многие используют как-то для развлечения, приколов. Но вот если говорить серьезно, для чего нужно лучше ли спичек, зажигалок, вообще как этим пользоваться, какие движения делать, как это делать правильно. Здесь не так много вещей, которые надо уяснить. Первое – это то, что огниво часто используются как аварийный способ разведения огня. И здесь очень важно, вот прямо самое главное. Первое – там должен быть скребок уже в комплекте, либо нож, у которого обух уже заточен по 90 градусов для снимания этой стружки. И второе – обязательно должен быть труд уже заранее подготовленный. Потому что огниво без труда – это уже такая хрень какая-то, если действительно как-то для выживания, там, аварийного разведения огня использовать. Но без труда она практически не работает нормально. У вас просто не будет времени, если вы провалились куда-то под лед, там что-то строгать, готовить, руки у вас там залезеняют, ничего вы там не сделаете. Поэтому у огниво обычно бывает вот пенал, в котором уже находится это, то, что быстро вспыхнет. Ну, либо такой бюджетный вариант самодельный, какая-то джутовая веревка, либо ватный диск, пропитанный в парафине. И все это должно быть в одном комплекте. Вот тогда это работает исключительно сильно. Техника при таком разведении, ну, либо то же самое, такая же техника используется, когда вы просто это используете в туризме, для зажигания какой-то газовой горелки, либо бензиновой горелки. Она простейшая, то есть там просто на руках вот черкаешь вот так вот и все. То есть с такими элементарными движениями. Сильная искра там не нужна, зажигается там мгновенно. А если у вас есть эта веревка или что-то такое, это горит очень долго и позволяет разводить огонь намного лучше, чем любые спички, даже охотничьи. Зажигалки. Ну и, по сути, вот эта вещь, она неуничтожима. Это металлический стержень, который попробуй ушатай. Поэтому вот эта вот штука, что если для какого-то аварийного разведения огня это используется, то обязательно с трутом и скребком это все должно быть в комплекте. В принципе, вот эти ножи, которые там есть на ножнах отделения для огнивых, там есть огнивые, как-то присобачен туда труд, то это очень мощный инструмент. Потому что, по сути, вы там имеете в комплекте сразу два очень важных категории вот этих вот вещей. Это и оружие, и режущий инструмент, и средства для разведения огня. Это все это в одном комплекте. Это очень мощная вещь. Причем у ножей часто же обрабатывают обух, для того, чтобы черкать эту огнивую. Это может и так использоваться, но очень важная функция, что там позволяет это именно снимать стружку очень тонкую. Вот как бы не был хорошо заточен нож, вот так как обухом, вы такую тонкую стружку не сделаете. Поэтому и ничего там, ну так вот, кору какую-то березовую не соберете. Плюс это еще и лезвие не тупится. Поэтому эта функция, она такая, конечно, важная. Если это таким образом используется. Ну и еще один способ. Вот когда вы хотите для тренировки либо как-то вот использовать огниво, то есть что-то построгали, хотите поджечь. Самый мощный способ, мощнее всех остальных, и самое надежное, это следующий, что то есть березу скребок, вот так прямо эту штырь упираете, там где должно гореть, и плавными движениями, вот прямо совсем без нажима. вот главное там угол поймать, где вот он снимает. Начинает туда снимать эту мелкодисперсную пыль. Когда видите, что она там накопилась, чуть ускоряете движение, это все вспыхнет как порох. Самый мощный, самый надежный способ, ничего лучшего не придумайте. Ну, потому что все взрывается буквально прямо в эпицентре этого будущего костра, ничто никуда не летит, энергии выделяются максимально и поджигаются очень сильно. Для таких используйте вот такой способ. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и последний способ, как это использовать Ну, когда есть хороший труд, там что-то настрогали, видите, что-то точно загорится Ситуация какая-то некритичная То есть нужно просто дать искру Можно сам нож поставить и вот использовать саму огниво Тоже достаточно нормальный способ, многим так удобно Ну а можно вот так вот просто взять там, либо на весу, если навык есть Либо воткнуть, как я показывал, просто чуть ускориться и все достаточно легко Там много вопросов возникает, типа, какое огниво хорошее, какое выбрать, какой бренд Ну, я так могу сказать, чтобы там ничего не перечислять Вот хорошее огниво, оно как бы такое достаточно мягкое И вот скорость, с которой вы проводите, там и сразу много снимается, и сразу это вспыхивает Ну, вот так можно определить, что поставить его просто вот хорошо заточенным кромкой ножа Не кромкой, а обухом, либо специальным скребком Просто вот так проводить Ну, и вот хорошее огниво, оно такое буквально вспыхивает Там чуть быстрее ускоришься, он прям вспыхивает А если оно такое дубовое, ну, там может чуть сильнее усилие надо будет Или как-то это побыстрее скорость развивать, чтобы это вспыхнуло Искра чуть поменьше Ну, обычно вот даже китайские огниво, дешевые, они достаточно хорошие Можно их использовать Можно, конечно, купить, не знаю, какой-нибудь там экзотак Там спинал вот этот, где есть эти Труд, плюс это же сама штука, это отвинчивается Можно его заменить Ну, и, кстати, если вот у нас там тоже делают какие-то кастомные огниво Там тоже хороший совет, им там делать не какую-то бутафорию Такой декоративной функции А вот сделать все-таки пенал, куда бы труд убираться Если сравнивать с зажигалками и спичками, которые используются также для аварийного какого-то разведения огня Огниво, если оно используется именно с трудом, оно эффективнее По причине того, что оно неуничтожимое, по сути, это металлический стержень, оно вообще ничего не боится И вот этот кремень, он в сотни раз больше, чем кремень с зажигалки Поэтому Вот это надежнее Если там кто-то говорит, что это ерунда Ну, это просто дилетанты, это как бы человек слушать Ну, с другой стороны, знаете, вот как бы мест на планете не так много И походов не так много, которые требуют действительно вот этого вот прям в обязательном порядке По этой причине, в принципе, в каких-то простых местах, в большинстве случаев, в принципе, обычной зажигалки тоже хватает Ладно, теперь по непонятным причинам, короче, видео придется прервать Ну, я, в общем-то, все, что хотел, я сказал Боже мой Все, пока